Телевизионный проект Пластика Лайф представляет клиника лазерной хирургии и косметологии Диплекс. Это четвертый телевизионный сезон Пластики Лайф, а если говорить о жизни проекта в интернете, то это уже девятый сезон. С момента выхода первой серии в сентябре 2008-го под прицелами телекамер были сделаны десятки хирургических операций. В их числе подтяжка век, блефаропластика, эндоскопическая подтяжка лба, мамопластика, операция по увеличению груди, обдоминопластика, удаление обвисшей кожи на животе, ринопластика, исправление носовой перегородки, комплекс омолаживающих операций и даже реконструктивная пластика после автомобильной аварии. Участников нового сезона выбирали из числа желающих, те, кто заполнил анкету на сайте. После собеседования с каждым претендентом врачи клиники выбрали шесть полуфиналисток. Я бы хотела увеличить грудь. То есть после родов она у меня немного поменялась, форма поменяла. На самом деле не совсем устраивает свой размер. Хочется быть женственной, красивой, уверенной, расправив плечи. Нож, форму, размер и размер груди. Популярная проблема среди девушек. Проблемы, о которых рассказывали на кастинге, носят не только эстетический характер. Я уже лет шесть сижу на сосудосуживающих каплях и дышать абсолютно без них не могу. Это желание дышать нормально, хорошо, превыше всех страхов. У меня просто была как травма детства. У меня ожог был. Вот мне надо сделать, как мне называется это правильно. Пересадка в рост. Финалисток девятого сезона выбирали путем интернет-голосования. Оно длилось в течение двух недель, а в назначенный час в присутствии участниц полуфинала было остановлено. Так, ну вот открываем первую финалистку. Мария Емельянова. Она у нас набрала 2378 голосов. Евгения Минина. 293. Немного меньше, да? Юлия Бондарева. 107. 107. Тоже немного меньше. Ну ничего, самое главное участник. Идем дальше. Следующая участница Светлана Сокурова. 2836 голосов. Антонина Фомина. На подобную операцию было только один человек, поэтому мы вас, Антонина, поздравляем. Автоматически вы становитесь победителем. У нас и вам будет проведена операция пересадки волос. Переоружите руку, Тачев Николай Сергеевич. Следующий участник. Ольга Трофимова. 3232 голоса. И таким образом у нас победитель. Ольга Трофимова. Я вас поздравляю. Я вас поздравляю. Желаю вам удачи. Значит, завтра вас ждет обследование. То есть завтра вы будете проходить большой комплекс анализов. Это специальное обследование перед вот этой операцией. Ваши планы не изменились. Все в порядке. Вы готовы нам доверить? Да, я готова. Точно? Да. Я уже рада. Хорошо. Я еще раз вас поздравляю. Молодец. Есть возражения у кого-нибудь? Нет. Все только когда-нибудь. Вы видите, что голосование было объективным, собственно говоря. Потому что я, честно вам скажу, даже не знал, кто у нас в лидерах, кто не в лидерах. Пластиковайф. Волнение и переживание, оно есть, конечно, но эмоции вот это все переполняет больше всего. У меня день рождения скоро, в марте. Вот. То есть это для меня вообще очень большой подарок. Ну, близкие еще не знают, что победила. Сейчас еще позвоню, скажу. Они как знают то, что участвовала в проекте, а то, что победила, еще не знают. Конечно, все буду там делать, прически, не прически, длинные волосы, там уже все вот это вот будет. А те, кто не прошел, не волнуйтесь. Я думаю, что мы с вами увидимся, и все, что вы запланировали сделать, все равно мы сделаем вам. Так что не переживайте, все мечты, они когда-нибудь забываются. Теперь все в ваших руках. Итак, двум участницам девятого сезона проекта Пластиковайф предстоят хирургические операции. Антонине Фоминой трансплантация волос, а Ольге Трофимовой – мама пластика, увеличение груди. Все подробности смотрите в новых сериях проекта. Диплекс. Галерея красивых судеб. Телефон 211-23-23. Все подробности проекта Пластика.Лайф узнаете на сайте www.lifenew.me www.lifenew.me Моя новая жизнь. Какой хочется объемочек в билосу? Ну, вообще, два с половиной, ну, возможно, три. Галерея, у нас есть два варианта для себя. Либо мы делаем вот здесь вот по краю орелы, по самому-самому краюшек, с этой стороны. Либо вот здесь идут складки.